Мы как бы принадлежим к тому народу, у которого все к лучшему. Поэтому любые ошибки, огрехи, они тоже к лучшему. Все к лучшему. У меня несколько осталось, мне Михаил очень помог, отреагировал. Потому что после последнего занятия осталось некоторое такое ощущение, что я говорю в воздух или разговариваю с экраном. Но, слава Богу, есть какая-то реакция. А тема действительно важная, и она помогает очень многое понять. И я думаю, что мы с вами для себя открыли, что пророки очень часто говорят не о конкретных датах. Это не так важно и не столь важно, и даже это непредсказуемо. Какие-то даты, все может измениться и перемениться. Может произойти быстрее, может произойти позже. Дело не в этом. Пророки говорят о тенденциях, о тех тенденциях, которые действуют в мире, и которые продолжают действовать в наше время. Если мы с вами говорили о Гоге и страны Магог, то я надеюсь, что мы с вами как-то поняли эту идею, что есть постоянное противостояние народов мира не только евреям, как самим по себе таковым, людям с какими-то непонятными особенностями, свойствами. И мы сами по себе не всегда понятны. А есть противостояние божественному процессу возвращения в землю Израиля, становления государства, тенденции и стремлению нашему построить храм, раскрытию пророчества, есть противостояние всего человечества. И я просто напоминаю такой короткий экскурс, то, что было. И, в общем-то, эта тенденция, она начинается с Левудской башни. Нужно представить себе, мне кажется, и очень четко понять это, что человеку тяжело с Богом. Ему тяжело с божественными законами, ему тяжело с требованием высокой морали и высокой духовности, которые предъявляют Торо прежде всего к еврейскому народу и потом ко всему человечеству или хотя бы в какой-то степени ко всему человечеству. Людям тяжело. Есть те, которые, наоборот, они не могут без этой высокой духовности, и они стремятся к ней и преодолевают трудности на этом пути. Но в большинстве человечеству совсем лишним тяжело. Поэтому и вот эта история в Левудской башне, когда все народы пытаются оттолкнуть лишнего под земли, и чтобы не было его законов, чтобы не было его влияния. Впоследствии, как мы понимаем, что если даже не принимается идея единого Бога, то все равно с этой идеей народы мира они не могут выжить. Мы сами с трудом с ней живем, я вам скажу по секрету. Народы мира совсем не могут. Поэтому идея единого Бога, она подменяется чем-то более простым, упрощенным. Будь то христианство, будь то ислам. Просто жить с Богом, как того требует Тора, это непросто. Это замечательно, это прекрасно для тех, кто реагирует вот так на высокую духовность. И это непросто. Поэтому человечество, оно и как-то и закрывается от Всевышнего и борется с его присутствием на земле. Раньше человечество пыталось оттолкнуть Всевышнего и строило Бавилонскую башню, пытаясь оттолкнуть его на небеса. А впоследствии, как бы, человечество на подсознательном те, я говорю, человечеству есть, безусловно, разные тенденции, есть великие праведники среди народов мира. Я думаю, что об этом не надо оговариваться и говорить. Это как бы понятно. Но, в принципе, если мы говорим о тенденции, то человечество борется с евреями, как с теми, через кого скрывается божественное присутствие. Но самое главное, самое главное, как нам рассказывает Ихисхиэль, борется с идеей возвращения в землю Израиля, которая приносит с собой раскрытие божественного присутствия во всем мире. Это как бы вот та идея, которая есть у Ихисхиэля, то его описание Гога из «Страны Магог». И у нее представляются, может быть, детали здесь не так важны, но, скажем, мы можем посмотреть с вами, можем посмотреть еще с вами детали. Сейчас, секунду, может быть, мы вернемся к 38-й главе, посмотрим из нее несколько строк хотя бы. Сейчас, как нам это сделать. Вот у меня здесь штера, секунду, 38-я глава здесь. Надеюсь, что текст поднялся на экран. И я напоминаю о том, что Гемара относит Гога к разным временам и к разным местам, и, в конце концов, Мальпин как-то суммирует это, говорит, мы не знаем, кто такой Гог, и не знаем, кто такой Магог. Сори, сори. А ты можешь только убрать эти значки, потому что они мешают? Обязательно. Это где-то под словом акробат английский. Все, да? Ушло? Нет, не ушло. Нам нажать, нажать. Все, да. Спасибо. Да. Вот. И Всевышний как бы сам приводит Гога, и как животное ведет его под усы. Здесь, как мы с вами говорили, есть всегда свобода выбора, и никого насильно Всевышний уж прямо так не тянет. Но когда человек выбирает свой путь, то Всевышний ему не мешает, а иногда и потом помогает идти по тому пути, который он избрал. И вот эта борьба с божественным присутствием Всевышний как бы выбирает народы, не выбирает народы, а помогает народам вести эту борьбу. И для того, чтобы в конце концов они осознали, что из, как говорит Ишайяву, из храма раскрывается божественное присутствие, из храма исходит божественный закон, без которого народы мира не могут жить и не могут установить мир в своем обществе. Я смотрю, что нам здесь, за что нам... Посмотрим, да. «И в ревности моей, в огне ярости моей клялся я, что в тот день будет потрясение великое на земле Израиля». И вот в Ишайяву, 63-й главе, говорится, во-первых, какой день, какой тот день. В 63-й главе говорится, что «день мести в сердце моем». И Емар говорит, что значит «день в сердце моем», что Всевышний не раскрыл какой этот день. Невозможно знать, что это за день. Даже как бы ангелы не знают, что это за день. И здесь гадать совершенно бесполезно. Можно делать все возможное, чтобы приблизить этот день. Мы знаем, что Даниэль молился и приблизил исход из Бавеля на 18 лет. Все возможно, есть свобода выбора. Но угадать, когда этот день, будет невозможно. Говорят, что Пумий, как говорится в Гиммарии, «либо ли Пумий, но Галли сердце, устав не открыло». Всевышний уток на сердце этот день. Это когда и как это произойдет. Это только на сердце у Всевышнего. И даже ангелы не знают, что это за день. И опять же, здесь нужно сказать, что если бы сыновья Израиля вернулись, все вместе избавили, то возможно, возможно, может быть, так теперь трудно сказать об этом. Говорят, история не имеет сослагательного наклонения. Но как можно представить себе? Может быть, и было бы чудо, когда народы пришли бы по Туршала, и мы там потерпели поражение. Но это для нашего Галута и нашего изгнания все стоит отставить в сторону. Конкретные чудеса есть, опять же, тенденции. Когда Всевышний говорит в ревности моей, в огне ярости моей кляпс, что в день тот будет потрясение великое на земле Израиля, нужно представить себе, что в какой-то момент все эти войны, которые ведутся против Израиля, все те постановления в ООН, которые принимаются против Израиля, все те бесконечные фонды, в которые вкачиваются неимоверные средства для того, чтобы помочь арабам захватить земли, которые ни в какие ворота не лезут, ни с точки зрения закона не принадлежат им. Разные палестинские проекты через организацию объединенных наций. Поскольку я живу в поселении, то у меня это все происходит на глазах. И мы с этим боролись, как могли. Но победить эту машину огромную невозможно. И постепенно арабы захватывают те земли, даже которые были куплены сахнутым. То есть на них есть, так сказать, право частной собственности. Арабы захватывают это. И все это развивается европейскими проектами. То есть ведется огромная война против Израиля. Именно против возвращения, против заселения земли. И всевышний говорит, и в ревности моей во вне ярости, мои клинавцы я, что в день тот будет потрясение великое на земле Израиля. Что когда-нибудь это прекратится по воле Всевышнего. Что эта война прекратится. Этому будет положен конец. И задрожат передо мной рыбы морские, и птицы небесные, и звери полевые, и все ползающие по земле, и всякий человек, который на земле, и разрушатся горы, и обвалятся уступы, и все стены на землю упадут. Опять же, трудно говорить о том, как это будет. И опять же, представляется, что невозможно ожидать вот какого-то конкретного, невозможно ожидать какого-то конкретного чуда. но постепенно этому будет положен конец. Этому противостоянию народу. И призову я на него, на Бога, меч на всех горах моих. Слово Бога Всесильного. Меч каждого против брата его обращен будет. То есть мы представляем себе, что когда рыбы дрожат, и идут какие-то потрясения, Мальбин говорит о взрывах, о звуке орудий, то есть сводит это землетрясение чудесное, сводит к более таким, не более, а совсем как бы земным понятиям орудия. А тут в этом предложении мы понимаем, о чем идет речь. Что народы сами разрушатся. Это единство войска Бога, которые воюют против сыновей Израиля. И народы обернутся один против другого, обернут свои силы один против другого. И таким образом, как бы, да, сыновья Израиля освободятся от их влияния, от их давления. Вот я думаю, что этот момент будет для нас тоже очень непростой, если мы окажемся сами по себе без внешнего давления и со всеми своими проблемами нам тоже нужно будет найти самих себя, определиться как бы и найти свой путь. Я думаю, что это нам тоже будет непросто сделать. И судиться будут с ним мором и кровью, и дождь проливной, и град каменный огонь, и серу обрушу на него, и на отряды его, и на народы многие, которые с ним. Здесь из комментаторов и из текста, в общем-то, видно, что как бы есть картина такая, что Голд приходит, и он не стоит на границе земли Израиля, как можно понять из следующей главы, он стоит на северном окончании озера Кенерит. То удары, которые приходятся по нему, они приходятся не только по нему, они приходятся и по тем народам, которые находятся в своих странах и послали свои войска. Это как бы та война Всевышнего не только с армией Бога, но и с народами, которые противостоят Славьям Израиля. И возвеличусь, и освещусь, и откроюсь перед глазами народов многих, и узнаю, что я Бог. Можем с вами заглянуть, можем с вами, то есть опять же, я хочу еще раз подчеркнуть, что речь идет о процессах, которые происходят, и которые спасают нас от этой бесконечной войны и военным путем, и мирным путем, для того, чтобы уничтожить нас, как народ, который возвращается на свою землю. Мы можем заглянуть с вами в 39 главу, но мне бы очень хотелось добраться с вами до проблем храма, третьего храма, конец книги Ихискейля, но тем не менее давайте все-таки посмотрим немножко, что у нас делается в 39 главе, которая продолжает тему Бога из страны Магог. Вот мы возьмем четвертое предложение, Всевышний говорит, что Он открывает войну, начинает войну с Богом. «На горах Израиля падешь ты, и все отряды твои, и народы, которые с тобой, птицы, хищные, всякого рода, и зверю полевому отдам тебя на съедение». То есть картина такая, что войска Гога, они погибают в Израиле, основная масса погибает на северном окончании озера Кенерет, но те отряды, которые вышли уже в землю Израиля, отделились от основной части и вышли в землю Израиля, они погибают в земле Израиля. Теперь есть проблема очистить эту землю. Или давайте еще вот здесь посмотрим. «И пошлю я огонь на страну Магог, пошлю я огонь на страну Магог и на живущих, не опасаясь на островах, и узнают, что я Бог». То есть острова – это отдаленные страны, которые живут очень уверенно, окруженные морем. И здесь мы с вами явно видим, что Всевышний посылает свое наказание не только на войска, он посылает свои наказания на страны, которые прислали это войско, прежде всего на страну Магог, на тех, кто живет уверенно, не опасаясь. Они нам создают проблемы, они нас стараются сбить с пути, воспрепятствовать нашему становлению в земле Израиля, а сами они живут не опасаясь. Всевышний говорит, «Я пошлю на них бедствия». «И имя свое мое раскроют среди народа, моего Израиля, и больше не оскверню имя святое мое, и узнают народы, что я Бог, свят среди Израиля». Здесь говорится о таком последнем этапе, которого возвращение, которого, я думаю, что мы все ожидаем, то есть божественное присутствие становится ощутимым для сыновей Израиля, прежде всего, в какой-то степени и для всего мира. И получается, что то, с чем боролись народы мира, то, чему они пытались воспрепятствовать, через это их противостояние, оно и раскрывается. Божественное присутствие Бог на земле, не на небе, на земле, в среде народа раскрывается. Раскрывается, то есть есть прямое ощущение божественного присутствия, есть пророчества, есть благословения, то есть то, что мы можем представить себе как соединение духовного и материального мира. Духовный мир входит в материальный и расширяет его рамки. Если человеку раньше не удавалось напрямую черпать силы из духовного мира, то теперь он может это делать. Если, скажем, то благословение, которое приходит, как Ицхак собирает стоократный урожай, скажем, вот это благословение, это также расширение рамки материального, соединения духовно-материального, все это начинает ощущаться. А то, что Всевышний говорит, больше не отскверню имя, имя святое мое, что это значит, не уйдут в изгнание. У Ихискиеля осквернение имени это изгнание. Это еще началось со второй главы и несколько раз повторяет, что ушли к народам и осквернили имя мое. Почему? Потому что народы говорят, народ Бога это и вот из своей земли ушли. То есть уход из своей земли это осквернение имени Всевышнего. И больше я не оскверню. То есть те процессы, которые произойдут после противостояния народов мира народу Израиля, они закончатся раскрытием божественного присутствия и которое сделает невозможным изгнание, сделает невозможным и борьбу народов мира с сыновьями Израиля и духовное падение сыновей Израиля они тоже сделают невозможным. Об этом говорит подробно Схарья о новом времени, когда конечно есть ошибки, есть даже преступления людей, но это все не является определяющим. Определяющим является жизнь людей с ощущением божественного присутствия. И это само по себе не позволяет нормальному человеку совершать плохие поступки. И таким образом все сливается здесь три момента или три хода сливаются в один. Божественное присутствие раскрывается, народы мира получают, которые воевали с ним, они получают наказание и вынуждены признать, что есть божественное присутствие на земле, не где-то на небе, а на земле. И сыновья Израиля ощущают божественное присутствие явно и изгнание поэтому становится невозможным и падение принципиальное, такое, как было раньше, оно также становится невозможным. И еще раз имя мое святое раскрою среди народа моего Израиля и больше не оскверню имя мое, когда раскрою, больше не оскверню его, раскрою свое божественное присутствие и не дам осквернить это ощущение изгнанием и узнают народы, что я Бог свят среди Израиля. Вот приходит спасение, сбывается предсказание слова Бога Всесильного, это тот день, о котором говорил я, очень трудно поверить во все эти чудеса и в то, что это исполнится и поэтому пророк говорит, что это уже как бы на его пророческом уровне он уже видит, что этот день приближается. А дальше идет описание как бы когда войско Гога погибло, сходя говорит, что люди стоят на своих ногах и они прямо как бы гниют на своих ногах, гнивают на своих ногах те, кто пришел воевать с народом Израиля, фактически пришел воевать со Всевышним. Теперь нужно очистить страну для того, чтобы можно было прийти на праздник в Шалае с соблюдением ритуальной чистоты. И здесь описывается как бы на во-первых надается такая и выйдут жители городов Израиля и разоргут огонь, растопят печи, оружием и щитами, то есть оружие, которое будет, оно будет достаточно для того, чтобы отапливать дома. Дается здесь и будет в тот день дам Ягобу место, могилу в Израиле, в долине, выводящей к восточному берегу моря. Если мы можем представить то, что мы говорили с вами, выводящих к восточному берегу моря, северное окончание озера Кеннери. И такой будет большой холм, что его нужно будет объезжать. Но как бы я бы не хотел останавливаться на всех этих подробностях. Просто скажем, такая картина аллегорическая очищение земли Израиля. Я бы сказал, что если мы не говорим о чуде, о нем невозможно говорить, что эти события происходят буквально, то речь идет об духовном нашем очищении от того влияния народов мира, которые проникают в нашу среду неизбежно, когда они ведут с нами войну. речь идет здесь о духовном очищении, которое дается как образ собирания остатков войск Гога, как собирают кости, чтобы не было нигде ни крупинки, так можно представить себе, что мы освободимся от чужого влияния, навязываем нами от духовной войны, которая ведется против нас и сумеем вернуться к своим истинным понятиям, к ощущению святости к ощущению святости земли, к ощущению божественного присутствия, то, что нечистота не позволяет сделать, вот мы отчистимся, сбросим себя в последствия этого противостояния всего человечества нам. в 21 стихе говорится «Съявляю я славу мою среди народов и убедиться народы, суд мой, который совершил я и руку мою, которую опустил я на них изменяем, произойдут не только земли Израиля, они произойдут во всем мире, невозможно будет отрицать, что божественная рука, божественное присутствие нанесла удар по тем странам, которые пришли воевать». Вот, и будет знать с того дня о том Израиле, что «Я Бог всесильный их и впредь не забудет об этом». «И будут знать народы, что за грех свой ушел дом Израиля в изгнание за то, что изменили мне, искинул я лицо мое от них и отдал их в руки ненавистников их, и пали от меча все они». Это как бы довольно важно представление о сыновьях Израиля среди народов мира. Иногда народы мира говорят, что союз со Всевышним был разорван, что мы столько грешили, что союз был разорван, и поэтому изгнание наше было вечное. Мы знаем эту христианскую идею, мы знаем идею христиан, что пророчества говорят только о возвращении из Бавилона, они не затрагивают никакой как бы никакой аллюзии нету на возвращение из нашего Галута после двух тысяч лет. Все эти христианские идеи будут знать, что за хрех свой ушел в дом израилья. Да, грех, но отношения с Богом никогда не были разорваны, союз не был разорван за то, что изменили мне, искрил я лицо мое от них, и отдал их руки ненавистников их, и пали от меча все они но вернулись, вернулись. Вот, это как бы то важное послание народа мира, которое Всевышний хочет передать, или то послание, которое раскрывается в тот момент, когда становится, что сыновья Израиля вернулись на свою землю и выгнать их отсюда невозможно никак, ни военными действиями, ни мирными интригами, невозможно их выгнать, раскрывается, что за грех ушли дом Израиля, говорили, что народ Бога из земли своей ушли, да, ушли за грех, и я их верну, говорит Всевышний. И наказание они понесли по степени нечистоты и по грехам своим, но вернулись. Поэтому так сказал Бог Всесильный, теперь возвращу я пленников и сыновей Якова и помилую весь дом Израиля и будут ревно оберегать имя святое мое. Мы с вами говорили, почему можно быть так уверенным, что они будут ревно оберегать имя святое Всевышнего, потому что раскроется божественное присутствие и скажем, сыновья Израиля, они воспримут это, в конечном итоге воспримут это. И вспоминать будут они позор свой и все измены свои, которыми изменяли мне, когда поселятся на земле свои, не опасаясь и не будет никого, кто бы наводил на них страх. Интересная посылка, скажем, продолжение мысли, вот они вернулись, вернулись навсегда, и все народы знают, что они вернулись навсегда, и от свернения имени Всевышнего прекратилось, и вдруг вспоминать будут свой позор. Почему будут вспоминать свой позор? Здесь интересный комментарий Радака, который говорит так, что скажем, в будущем праздник Суккот станет похож на праздник на праздник Песах. Если праздник Песах это праздник избавления от египтян, грубо говоря, то Суккот это праздник избавления от всех народов, так будет в будущем. Есть суд народов, Гог, по крайней мере, такая картина, такой рисунок, что Гог, войско Бога, оно погибает в 21 числа месяца Тишрей, когда происходит суд над всеми народами, и это будет праздник для сыновей Израиля, подобный Песаху. А что мы знаем про Песах, говорит Радак? Песах начинают рассказывать с плохого то, как было тяжело, как плохо и какие преступления мы совершали и заканчивают тем, какие чудеса сделал для нас Всевышний и простил нас и сделал для нас чудеса. Так же будет и в Суккот. Будут рассказывать о том, как мы попали в избнание, как нам было тяжело в избнании, как нас спас Всевышний от всех народов. Так Радак комментирует это предложение, что праздник Суккот станет праздником исхода из всех народов. И поэтому будут вспоминать позор свой, как Песах вспоминают прошлое, Галут и то, что там было, а потом заканчивают хвалой Всевышнему, так же и будет и с праздником Суккот. «И не скрою впредь лицо мое от них, потому что сойдет дух мой на Израиль Слово Бога Всесильного». И мне кажется, что эта посылка она очень важная, что мы постоянно говорим о собирании растения, о том, как мы продвигаемся в плане строительства, освоения земли, высоких технологий, как мы становимся высокотехнологической державой, какая у нас сильная армия, и это все замечательно, это прекрасно, это освещение имени Всевышнего, но есть еще один пласт, которому предстоит раскрыться, да, это живое ощущение божественного присутствия среди нас, да, это принесет с собой храм или строительство храма, или даже просто стремление к строительству храма, трудно сказать, да, но этот пласт, он должен прийти, потому что иначе зачем все это, да, чтобы сказать, какие мы хорошие, и как нас Бог любит, что Он нас спас и защитил, да, представляется, что главная цель это восстановление прямой непосредственной связи с Богом, диалога с Богом, пророчества, живого ощущения Бога, это прямая непосредственная, прямая непосредственная связь, да, и она раскрывается, когда вот кончается это противостояние с народами, кончается при помощи Всевышнего, когда Он, как бы, если так можно сказать, прилагает усилия для того, чтобы не спасти нас от этого постоянного разрушительного давления народов мира, дает нам возможность, дает нам возможность очиститься, выбросить все, все отрицательное влияние народов мира, для чего? Для того, чтобы раскрылся его великий свет среди народа Израиля, и тогда уже обратного пути в Галуту, паси Бог, не будет. И я здесь могу на секунду как бы, или насколько нужно остановиться, я нажму стоп-шея, если что-то есть какие-то вопросы, дополнения, возражения, то, пожалуйста, это очень хорошо и замечательно, вот, если нет, то я постараюсь хотя бы начать тему Третьего храма. Но не должно мешать другому, пожалуйста, если есть вопросы, то лучше вопросы, чем бежать вперед. Если можно один небольшой вопрос, вы слышите меня, да? Да, очень хорошо, да. Описание войны Гога и Магога, оно выглядит очень реальным. Да. Это реальная война, или это война духовная? Если эта война реальная, и описывается тотальное землетрясение, что в этот момент делает Ам-Исраэль? И значит, идя вслед за книгой Рав-Кашера Купа-Агдула великая, великий период, и за Мальбимом не представляется возможным и правильным утверждать, что речь не идет ни о каких конкретных событиях. Я хочу еще раз подчеркнуть, да, и все, что мы с вами видим как конкретные события, это не какое-то точное событие, это процессы, растянутые на долгий период, которые тянутся много-много лет. Много-много лет. У них будет какое-то свое, у них будет свое какое-то окончание. Может быть, окончание также не резкое, не скажем, не резкое окончание, как какое-то событие, опять же, как процесс, который сведет на нет все усилия народа мира, и в какой-то момент станет понятно, что все усилия для того, чтобы подавить нас, отнять у нас землю или часть ее, да, все это бесполезно. Представляется, что это правильное понимание этих глав, 38-39 главы пророка Эхискеэля. И какие-то детали, может быть, трудно себе, нужно себе представить. Действительно, описание очень конкретное. вот придет, вот приведет войска, да, и задрожит земля, и ну, как задрожит меч, одних обратиться против других, будут воевать друг, будут воевать друг с другом, да, и это избавит нас от народов. Я думаю, что здесь тоже проглядывается, несмотря на то, что это конкретно проглядывается, тенденции, мы можем представить ее себе. Вот, я бы сказал так, скажем так, пытаясь представить себе, о чем идет речь, я бы сказал, что Ареза говорит о том, что изгнание, да, оно должно было тянуться тысячу лет. Вот, а дальше после тысячи лет начинается процесс возвращения, да, процесс возвращения. Вот, и, скажем, тысяча лет после разрушения храма, да, это 1068 год, как мы можем себе представить, да, вот, это как раз период, когда начинаются крестовые походы, когда меч одного обращаются против другого, и нацрут, и ислам воюют за святую землю, это продолжается очень долго, но в конце концов эта война сама по себе, она и приводит сыновей Израиля после первой мировой, после первой мировой войны, она и приводит сыновей Израиля в землю, в землю Израиля, да, вот, и на этом противостояние не заканчивается, да, и противостояние заканчивается, продолжается противостояние народу Израиля, и в то же время, скажем, да, можно представить дальнейшее развитие событий, что войны между народами, сами по себе конфликты между народами, да, они избавят нас от давления, нам предстоит дальше дальше предстоит становление духовное и восприятие божественного присутствия, и представляется, что наше духовное становление, вот это вот такое очищение земли Израиля от нечистоты, да, прежде всего от чужих идей, чуждых понятий, восприятие, да, восприятие мира, не свойственного нам, да, и это подготовит, подготовит вот наше восприятие божественного присутствия в земле Израиля. Может быть, я несколько повторяюсь, но как бы мне кроме этого сказать нечего, как бы, да, то есть это единственная тенденция, я совершенно не представляю себе из пророков, из комментаторов, что могут происходить какие-то конкретные события. Вот сейчас придет Бог, и вдруг да, что-то, что-то, что-то произойдет конкретное, да, вот какой-то огонь спустится небо, с неба и отсечет нас над народов мира, и пойдет огонь в другие страны, да, и там он накажет всех, кто противостоял нам, не представляется, что этого не произойдет, да, не могу себе представить подобное развитие истории, да, развитие истории, вот как оно пошло с начала второго храма, да, не, как говорит Схарья, не, как мы с вами смотрели, да, лобэхоф, лобэхайль, не силой и не мощью, элавэрухи, а духом моим, да, духом моим, то есть тем, что Всевышний движет, продвигает в мире, да, очень часто, очень часто незаметно, скрыто, вот, но, тем не менее, движет и продвигает к намеченной цели, когда не происходят явные, не происходят явные чудеса, вот, и то, что представляется. То есть буквальное понимание текста здесь невозможно, такое реальное. Мне кажется, что совершенно, совершенно, и это очень важно для нас, очень важно для нас, очень несколько важных моментов, да, что не нужно ожидать, вот, да, как мы с вами говорили, что вот там это Россия, она начала там войну в Сирии, вот они на севере, там с севера придет Гога России, это страна северная, это Гог, да, это разговоры, которые нас сбивают, да, то, что, да, то, что говорит Всевышний, да, словами Ишаеву, Йон, на кам, велиби, день, мести, в моем, сердце моем, неизвестно, когда это произойдет, да, это призывает нас делать все возможное, да, для того, чтобы быть соучастниками процесса Всевышнего и не ожидать чуда, и не гадать конкретно, что же там произойдет, да, когда это произойдет, прежде всего, и что там произойдет, да, и на протяжении истории наш народ, мне кажется, он выучил этот урок на нескольких тяжелых примерах, как мы с вами опять же говорили на Шабатай Цви, когда рассчитывалось, что вот, что определенные даты, которые указывают в Торе 1666 год и так далее, все это будет конкретное определенное событие, да, и движение Шабатай Цви показало, что это неверно, это ошибка, и 1840 год, как мы с вами говорили, да, вот все, сейчас можно начать что-то рассчитывать, все это, да, не то, что ошибочно, это не важно, да, важно, чтобы мы были были соучастниками, участниками божественного процесса, да, и не делали все возможное, да, для того, чтобы укрепить нашу страну, для того, чтобы противостоять тем тенденциям, которые пытаются нас разрушить, и понимать ту цель, к которой мы идем, да, мы идем к жизни вместе с Богом на святой, на святой земле, это наша, это наша цель, говорят, что, значит, когда очень важно понимать, очень важно понимать цель, да, тогда и как бы и все твои сегодняшние дела, несмотря на то, что цель не достигнута, они освещены светом этой цели, и ты знаешь, понимаешь, куда ты идешь, а вот мне кажется, что это вот те выводы, которые прежде всего нужно сделать из этого текста, да, как бы, как ни трудно было бы, вот, как ни хотелось бы увидеть, вот, действительно, это войско Гога, и что оно, вот, сейчас оно пришло и под стенами Рушалайм, или где-то там оно собралось на северном окончании Кенерита, для того, чтобы войти в землю Израиля, вот оно сейчас погибнет, и все, во-первых, что дальше, да, дальше раскроется божественное присутствие, да, и это тоже нужно понимать, и нужно к этому стремиться, да, вот, а во-вторых, да, мне кажется, не стоит ожидать, вот, ориентироваться на конкретные события, это нас сбивает, да, вот, нужно понимать, просто, куда мы идем, и зачем мы идем, и идти туда, да, и идти туда, не обращая внимания, то есть, не конкретизируя то, что происходит вокруг нас, а не говоря, что вот это, 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 это Гог, а это что-то еще, и так далее, вот, у меня представляет, что это очень важный вывод, который мы можем сделать и из текста, и на основе комментариев. Спасибо. Можно одно соображение добавить? Конечно, можно, а зачем же мы? Я просто хотела, потому что вы сказали, как лучше вообще, нам не возникает сомнения, что меч не имеется в прямом виду, в прямом смысле меч сегодня, но сегодня никто на мечах уже не сражается, поэтому нам ровно приходит, что народ на народ меч поднимет, это не означает, что он пойдет, пойдет с они с мечами. Также в отношении других вещей, которые конкретно, как бы указаны, это не имеется в виду конкретность. Замечательно, спасибо большое. Вы мне напомнили один красивый очень ход Мальбима, правда, не здесь, а в книге Скорья, мне хочется напомнить вам, что он, это против христианства, он, мы знаем, что в Скорьяе, есть эта картина, они берут хэббе хамос, бедный и едет на осле, да, и вот эта картина, которую христиане, как бы нарисовали на своем знамени, да, вот, есть в Машиях, он приезжает на осле, да, вот он, бедный, непризнанный, но приезжает на осле, да, Мальбим пишет такую вещь, он говорит, смотрите, в начале книги Скорья, говорится о человеке, который сидит на красном коне, ведь никто же не понимает эту картину буквально, что есть человек, который сидит на красном коне, и нужно вот сейчас найти этого человека на красном коне, почему же вы понимаете картину, что бедный едет на осле, почему вы понимаете его буквально, да, вот, и он объясняет, что речь идет о процессе, прихода Машиях, о процессе, не о конкретном человеке, о процессе, и бедный, да, бедный то, что, скажем, да, у него нету, у него нету явных сил, он не проявляет эти явные силы, все раскрывается постепенно, духовность раскрывается постепенно, а едет он на осле, то, что осел, это, как мы знаем, хамор, близкое к слову хомер, материя, да, что все происходит через материю, да, духовность раскрывается через материю, в нее происходит явных чудес, и она такая, духовность очень тихая, очень бедная, но она управляет материей и ведет эту материю в нужном направлении, это комментарии Мальбима на Схарья, вот, и то, что Нехама напомнена, замечательно совершенно, то есть, если говорится меч, то это не буквально меч, и это нам позволяет говорить о том, что и другие моменты здесь небуквальные, вот, Мальбим вот таким образом, как бы, да, выбивает почву у христиан, понимая таким образом, это, мне пророчится Схарья, а бедные едут на осле. Равзиев, можно вопрос, я, во-первых, спасибо за ответ, я практически такой же вопрос хотел задать, только еще хотел уточнить, в главах 38-39, можно ли говорить, где, в каком мы месте находимся, в эпохе Машиаха бен Йосефа, или Машиаха бен Давида, вот, если говорить об этих главах? Мне, мне очень трудно это, мне очень трудно сказать, где мы находимся в этих главах, да, я только хочу еще раз, вы уж извините меня за тавтологию, за возвращение от намука, а к тому же, но я только хочу подчеркнуть, что там, может быть, не явно, но намечена цель, да, явно намечена цель, что, не знаю, где мы стоим, бейт Йосеф Маши, бейт Йосеф Маши, бейт Давида, мне кажется, что это важно определить, мне очень трудно, как бы, здесь, здесь определиться и сориентироваться, но опять же, опять же, мне кажется, очень важна цель, это понимание того, что должно прийти живое ощущение божественного присутствия, без этого не будет исправления, без этого, в общем-то, и как бы, ну, я бы не сказал так, но условно, условно говоря, что в какой-то степени наши старания бесполезны без этого, да, вот, тоже не ловите на слое, потому что все, что мы делаем, все, что происходит, оно, конечно, имеет какую-то свою ценность, неприходящую, безусловно, вот, но, тем не менее, вот, цель, это все-таки добиться этого живого ощущения божественного присутствия, пророчества, да, и так далее, да, и этим, этим заканчивается и книгой Хескейля, да, вот, храм, структура храма, да, а потом кончается-то тем, что божественное присутствие возвращается в этот храм, и оно преобразует всю землю, да, так что, как бы, да, не надо, не надо, скажем, камни строить, если это очень важно, но все-таки не надо забывать о цели, да, что задача не поставить только камень на камень, а добиться духовного уровня, который позволит божественному присутствию раскрыться через эти камни, да, вот, мне кажется, что это очень важный момент для понимания, да, очень трудно об этом говорить, как бы, да, но вот об этом не принято, как бы, говорить, вот, об ощущении, о чувстве, о цели, вот, потому что это как-то необычно и с трудом умещается в наш мир, в котором мы сегодня живем, но, тем не менее, мне кажется, от этого невозможно закрыться, если даже просто мы учим пророческий текст, как текст, и эта цель присутствует, да, вот, что-то еще хочется спросить, сказать, еще один вопрос, Розы, пожалуйста, да, Кадиш, который мы читаем, это молитва о этой войне, там есть, когда вы, когда вы то же самое сказали. Почему вы так решили? Очень интересная мысль, я не знаю, я пока не вижу связи, пожалуйста, если можно объяснить. Сказано в, я не помню в какой главе, 38 или 39, там сказано, что я возвеличите, освящусь. А, возвеличу, освящу имя свое. Не знаю, не могу ответить, я подумаю, возвеличу, освящу имя свое, и, трудно сказать, неожиданно, то есть, вы предлагаете видеть в Кадиши вот это какую-то стремленность в будущее. Оно, безусловно, там присутствует, но конкретно ли через это, через эту войну разрешите мне подумать. Очень неожиданно для меня. Конечно, конечно. Хорошо. Вот, если забуду, напомните в следующий раз, но я постараюсь не забыть и посмотреть, как можно конкретно ответить на этот вопрос, как Кадиш связать с тем, что происходит в 38-39 главе. Хорошо. Ладно, я очень рад тому, что у нас такой форум представительный и количественный, и качественный. Я себя благодарю за внимание. И если что, то тяжело воспринимаемо и неожиданно, то пусть оно останется на будущее, на обдумывание какое-то, мы можем к этому вернуться. И все-таки мы в следующий раз с вами постараемся сделать рывок, посмотреть главы, связанные с храмом, и это безумно интересно. Если нам удастся зацепиться за духовную структуру храма, то есть как через материальные размеры и образы, которые раскрываются духовность, это будет прекрасно. Не обещаю, но постараюсь. спасибо, Равзиев. Спасибо большое всем. Огромное спасибо за урок. Спасибо. Всем спасибо, Равзиев. Спасибо огромное. Большое спасибо. Да. Большое спасибо. До следующих встреч. Счастливо. Чисто.